Уже как два года в России действует система обязательного пенсионного страхования для детей, как получить с НИЛС и вообще для чего он нужен маленьким гражданам, узнаем у заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Ирины Парабдухиной. Ирина Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот для какой цели и зачем нужно регистрировать ребенка в системе обязательного пенсионного страхования? Ну, буквально несколько слов все-таки истории. Сам персонифицированный учет действует у нас очень давно. С 99-го года мы регистрировали всех работающих граждан, все об этом знают. И открывается индивидуальный лицевой счет, на котором копятся сведения. Сведения, необходимые раньше были для назначения пенсии. Сейчас, когда востребованы государственные услуги, муниципальные услуги, получилось таким образом, что номер этого счета является уникальным, поэтому очень удобен как идентификатор персональных данных. Поэтому и детей мы тоже регистрируем в этой системе. Это было и раньше, у нас есть дети-пенсионеры, да, мы знаем, дети по потере кормильца пенсию получают и так далее. То есть вот такой счет сейчас мы свободно открываем любому ребенку. Только это для этих случаев или еще есть для других? Ну, если ребенок не попадает под систему обязательного пенсионного страхования, как я уже сказала, не получает никакие виды пенсии, да, ни по инвалидности, ни по потере кормильца, то это необходимо на всякий случай при обращении за государственными услугами, если он пользуется какими-то льготами, ребенок, и должен быть включен в реестр соответствующий. Но эти деньги он когда сможет получить? Речь не идет сейчас о деньгах. Речь идет о том, что открывается индивидуальный лицевой счет, на котором содержатся его персональные данные. И делаются отметки о том, какой, если он льготник, да, какая у него там категория. Делаются отметки вот его анкетные данные, проживание, дата рождения и так далее. То есть копится сейчас только сведения накапливаются. Вообще интересно, что такое СНИЛС и от каких отчислений пополняется счет? Ну, СНИЛС – это, в общем-то, сокращение аббревиатура, расшифровывается страховой номер индивидуального лицевого счета. Вот из первого буквы получается СНИЛС. Здесь, как я уже сказала, если касается детей, речь о взносах, о деньгах может идти только тогда, если ребенок работает, например, летом, да, в отрядах мара, например. Если он работает, и за него работодатель отчисляет страховые взносы, он уже начинает копить свои пенсионные права, и эти взносы отражаются на его индивидуальном лицевом счете. Что касается детей до 14 лет, то там пока будут содержаться только персональные данные, необходимые именно для оказания каких-то услуг, каких-то государственных льгот и так далее. А что касается взрослого, я так понимаю, просто человек работает официально, трудоустроен. Совершенно верно. Его работодатель отчисляет. Да, и там, опять же, не только взнос у взрослого человека, у него и стаж, и какие-то нестраховые периоды и так далее. То есть отражается все, что необходимо в дальнейшем для пенсии. А скажите тогда, интересно, а как получить это страховое свидетельство? Да, страховое свидетельство, еще раз повторюсь, детям мы делаем свободно. Если ребенок маленький, до 14 лет, должны обратиться его родители, они приносят в этом случае свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Еще мы рекомендуем родителям, которые обращаются, на всякий случай принести свое страховое свидетельство, еще раз проверить свой счет, что все ли на нем актуально, да, может быть, кто-то сменил документ, изменил паспорт или переехал куда-то, уточнить вот все данные именно на своем счете. Но это не обязательно. Обязательно является только паспорт родителей и свидетельство о рождении ребенка. А куда нужно обратиться? Обратиться нужно в пенсионный фонд по месту жительства, если это город Тюмень, это Мельникайте 134, вот, в клиентскую службу, и там все это оформят. Но давайте, если заговорили уже, вот действительно, если хотим его получить, какие нужны необходимые документы для этого? Вот два документа у нас, еще раз говорим, это у нас паспорт родителя, который обращается, и чтобы доказать вообще, что он является родителем, имеет право для ребенка какие-то документы получать, да, и свидетельство о рождении ребенка. А прописка? Прописка у нас, во-первых, мы берем это по паспорту родителя, во-вторых, у нас большое значение имеет не прописка, даже больше, а место жительства ребенка, потому что у нас, как бы, и обратная связь, она происходит все по месту жительства. Если ребенок старше 14 лет, то тогда нужен только его паспорт. Как вот с очередями, мне интересно, есть очереди? Ну, клиентская служба, это клиентская служба, у нас там электронная очередь, мы с очередями боремся, безусловно, но если несколько человек подходят одновременно, все-таки друг друга приходится подождать. А скажите, а через интернет нельзя получить такую? Страховое свидетельство, у нас через интернет такая услуга не оказывается. Во-первых, это дело в том, что вот это оформление, требуется, во-первых, подпись личная, да, это такой первичный документ, и в дальнейшем по страховому свидетельству вообще происходит идентификация человека для оказания услуг всех. Вот вы знаете, что чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, да, нужно обязательно это... То есть хотя бы один раз человек должен заявить, и должны быть проверены его документы и оформлены страховое свидетельство. Вот если возвращаться к теме детей, вообще существуют ли какие-то сроки, в которые нужно уложиться, чтобы зарегистрировать ребенка? Нет, таких сроков нет, безусловно, поскольку я говорю, что страховое свидетельство и вообще индивидуальный лицевой счет для ребенка, он не обязательно может понадобиться. Но если, например, ребенок вот рождается, и как сложится ситуация, понадобятся ли ему какие-то льготные услуги, например, по медицинскому страхованию, да, будет ли он какие-то на льготной основе получать какие-либо лекарства, да, то есть возможно, что это будет необходимо, и в этом случае персонифицированный учет в медстрахе тоже ведется с использованием СНИЛС. То есть желательно этот документ оформить, но таких сроков жестких, чтобы вот родители все бросили, бежали, оформляли, таких сроков, безусловно, нет. Но с 14 лет, опять же, если ребенок поступит на работу, даже в те же там отряды мэра или куда-то еще, его работодатель его может зарегистрировать. А сколько времени это за медлога регистрации? Ну, в общем-то, по документам, по законодательству, оформление страхового свидетельства три недели занимает, но в действительности это гораздо быстрее. Елена Верновна, спасибо большое за беседу. Все было, в принципе, понятно, потому что до сегодняшней нашей встречи я не особо как-то понимал, но теперь я хотя бы понимаю, надо сегодня посчитать, кстати, сколько у меня уже на пенсии-то накопало. Спасибо большое и хорошего вам дня. До свидания. Всего доброго. Мы напоминаем на тему обязательного пенсионного страхования для детей. Мы говорили с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России Патюменской области Ириной Правдухиной. Спасибо большое. Спасибо.